Боже, храни маму. Боже, храни папу. И няню. Аминь. Кое-кого забыл. Кого? Подумай. Себя. Совсем забыл про себя. Боже, храни меня. Тост за самого остроумного писателя Англии, который готов вновь заставить нас смеяться. За что мы сражались на войне? Война кончилась. И чем я теперь занимаюсь? Своим ремеслом ты пишешь пьесы. Мне надоело смешить людей. Я хочу заставить их думать. Мне надо уехать из Лондона в тихое место. Мне есть над чем поразмыслить. Мы будем здесь жить. Это твой новый дом. Мама говорит, ты пишешь книжку, чтобы больше не было войн. Мне кажется, такая книжка очень нужна. Так кажется только тебе. Вот бы ты написал книжку для меня. Я бы ее обязательно прочел. Может, прогуляемся? А ты не занят? Похоже, не особо. А как бы ты назвал ослика? И я. Они сейчас улетят. Пчелы хорошие. Они просто делают мед. Да. О пчелах я совсем забыл. В жизни много боли и страха. Главное, найти причину быть счастливым. Кажется, у меня есть идея. Основана на реальных событиях. Мы с Эрнестом напишем книгу о твоем мишке. И ты там тоже будешь. А как меня будут звать? Как и в жизни. Кристофер Робин. От детского воображения. Устроим охоту в снегу. Быстрее, а не то замерзнешь. Главные герои — игрушки, но живут в настоящем лесу. Винни-Пух. Имя непонятное. Да. До культового мирового явления. Идни Ньюс поместят Кристофера на первую полосу. Почему все так любят Винни-Пуха? После войны всем было очень грустно. А потом появился Винни-Пух. Пойдем играть в лес. Боюсь, мне еще много работать. У него должно быть детство. Он должен знать, что его любят. Интервью на радио, интервью газетам — не слишком ли для него? Он справится. Он еще ребенок. Ну что, идем? Куда? Домой, пожалуй. Прощай, Кристофер Робин. Домой, пожалуй. Прощай. Прощай. Продолжение следует...